приветствую друзья и гости канала 7 29 число у нас 29 ноября и осталось два дня и придет холодная зима в город сочи за бортом плюс 6 градусов я сегодня собрался съездить на рыбалочку но перед этим у меня будет небольшой прокат в бюджете 2 2 миллиона 500 тысяч если вдруг интересен вам этот бюджет пишите в комментариях я этот прокат постараюсь заснять на видео конечно мало чего можно подобрать чаще всего это будет на то отстойное что можно купить сочи но в любом случае даже такие цены сочи есть но мы с вами потихонечку продолжаем и сейчас посмотрим что же интересно происходит всю ночь не спал всю ночь нервничал как ребенок потому что сегодня ночью должны были пройти бои двух моих кумиров это рой джонс младшего и тайсона но так я не дождался поэтому про роль джонса младшего про тайсона мы поговорим в завтрашнем выпуске а в сегодняшнем выпуске наверное будет тишина но мы потихонечку продолжаем кстати сегодня снимаю лайвблог сможете посмотреть как я умудрился похудеть на 10 килограмм за три недели даже больше чем на 10 килограмм маленькие мои советы ну и конечно же если сегодня будет рыбалка зацепим с вами немножко рыбалку зацепим много чего также мне сегодня нужно джесси отвезти в поликлинику на укольчик джесси это шпиц который со мной живет сегодня хотя у джесси рождение можете поздравить сегодня ей три месяца девочка стала взрослее блин так конечно жалко было уходить она там плакала блин все печально юморист михаил галкин показал свой дом в сочи на этом в комментариях написали нифига себе ты женился на старухе и теперь живешь на всем готовим как король юморист блин да блин у нас только юмористов которые не хуже тебя на которые живут хуже чем ты но и пошло по поехал там такие срачи на подобное но он так скажу дом такое знаете называется называется скромность сочи также есть домик у михаила гуси тяно да 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 именно так но и как бы так по этому поэтому 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 по этому и галкин до похвастался потом почему-то убрали и михаил галкин похвастаться ну миша понятно что похвастался и молодец как бы ничего плохого нет как бы так но я считаю что Гулустян все-таки в жизни всего добился сам, как юморист. Галкину повезло. Знаете, бывает, некоторые из-за скига ходят. Главное, ладно, не буду ходить. Перед Новым годом набирает популярность елки из пампасной травы. Нифига себе, я не знаю, что такое пампасная трава, но обязательно посмотрим. Все лавочки закрываются, в России запретят строить апартаменты. Наконец-то официально начали это говорить. Я про это вчера говорил в эфире. Сегодня в вечерних посиделках сниму, разверну тему про апартаменты. Но факт то, что апартаменты будут под запретом, конечно, это касается только тех, которые только начнут строиться. Те, которые строятся, их достроят. Ну и за исключением тех, где, например, за исключением Фазотрона, Горизонта и тому подобное, за исключением таких объектов, которые изначально не планировали строить и сдаться, которые изначально были спланированы как Кидалово. Поэтому все, на этом жирная точка и апартаментов не будет. Ну, хотя никому не мешает, опять же, выкупать гостиницы и из гостиниц делать те же самые апартаменты. Житель Иркутска переехал на зимовку в Сочи и рассказал, что его сильно разочаровало. И что же его так сильно разочаровало? Люди, которые приезжают в Сочи летом отдыхать, воспринимают этот город как праздник. А уезжая в зиму с грустью, значит, так, благодаря удаленке в этом году многие позволили за окном три дня. Короче, обиделся и обиделся, потому что три дня подряд шел дождь. Ну, е-мое, и все? Только дождь? Ну, ребята, ну, субтропики, ну, бывает дождь. Представляете, я-то поехал в Доминикану, потратил 300 тысяч, приезжая в первый день, выхожу на пляж, и там начинается дождь, как из ведра. Представляете? И такое бывает. Ну, что могу сказать? Житель, который решил из Иркутска переночевать, переспать всю зиму в Сочи. Сочувствую. Нужно было перед тем, как ехать, нужно было, наверное, изучить климатическую обстановку, которая есть в Сочи. Немножко нужно было почитать, а еще лучше надо было в пятом классе не курить в подвалах, а нужно было ходить на урок географии и изучать, где какой климат, особенности климата и так далее. И правильно написали в комментариях, не нравится дождь. Ну, там, конечно, не буду говорить, там матом написали. Уй, короче, уй, уй, к себе в Иркутск. И я, кстати, поддерживаю. Не нравится? Как говорится, все. Дорога из Сочи открыта. В Сочи налог на имущество физлиц на следующий год оставили без изменений. Отлично, отлично оставили без изменений. В мигалках машин ГИБД установят видеокамеры, и теперь штраф будет в разы больше. В Сочи за фотографию клумбы женщины потребовали 250 рублей. Что из этого вышло? Фотографию с клумбой женщины. В Сочи женщина решила штрафировать цветущие в конце осени розы в городской клумбе. Однако в этот момент к ней подошел парень и потребовал 250 рублей за снимок. Фотография у нас платная, 250 рублей, слышится за голосом. И женщина это вызвала бурное недогадование. В общем, у нас стали, знаете, как бы очень много в Сочи приезжает соседняя Абхазия. И, конечно же, соседняя Абхазия – это очень предприимчивые люди, которые могут сделать платную парковку там, где априори плата не может быть, могут сдирать вас деньги просто на пустом месте. Ну, что сделать? Менталитет. Центр Алины Кабаевой в Сочи строят в форме кольца с бриллиантом. Да-да, это вот тот самый гимнастический центр Алины Кабаевой. Подарок Путина, да. Вот Максим, например, сделал подарок, Наде машину BMW X2 подарил. А вот Путин подходил ей в виде кольца, кольцо с бриллиантом, ребят, гимнастический. Если на него сверху посмотреть, сверху вниз, то будет понятно, что это колечко. Представляете? Ну, я понимаю, Путин. Путин – мужик. Такой нормальный, сделал оригинальный подгон. Ладно, шучу, конечно, сейчас многие у нас сейчас начнут просто писаться кипятком в комментариях. Поэтому, ребят, ну, я шучу. Есть такое понятие – шутка, юмор. Ну, юмор. Шутка. Галустян. Ну, Галкин. Петросян. Шутка. Ну, понимаете? Обнародована причина драки между подростками и сотрудниками ДПС в Краснодаре. Что же они такого не поделили? Мы как-то про это уже говорили. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, автоинспекторы попросили нарушителей успокоиться. Однако те отказались и начали применять физическую силу. Но, учитывая, что у нас все гаишники просто с огромным пузом, учитывая, что у них у всех слабая физическая подготовка, что они все никакие, конечно, они не смогли оказать должного сопротивления кому? Ну, как ты мне скажешь, правильно, подросткам. Не смогли. Потому что живот мессуал, животик. Где он животик? Там он животик. Вот так вот. Что почем? Сравниваем российские курорты, Архыз, Красная Поляна и так далее. А что сравнивать? Красная Поляна в топе. Бегал голым и разговаривал в невидимую рацию. В Сочи замеченный неадекватный мужчина. Блин, не знаете, в последнее время неадекватных у нас становится все больше, больше, больше. Люди сходят с ума. Особенно, понимаете, приезжаешь ты с Иркутска, да, и обнаруживаешь, что зимой в Сочи, блин, нет снега. Ну, есть три дня дождь. И ты начинаешь раздеваться до гола, брать невидимую рацию, бегать по всем магазинам и что-то с кем-то разговаривать. Ну, бывает такое. Что же делаешь? Ну, изучайте город, в который вы собрались переезжать. Например, я сейчас, например, мониторю погоду, какая все-таки погода будет в Москве. Потому что я, в свою очередь, собрался лететь отдыхать, а вылет у меня будет из Москвы. Поэтому я мониторю, думаю, в чем же мне поехать? Я даже не могу понять, в чем же мне поехать? Ладно, в следующем. В России заработал телефон службы 112 по коронавирусу. В поликлиниках Краснодара круглосуточно работают центры диагностирования COVID-19. В России засыпает снегом, а в Сочи наступила золотая осень. И действительно, если вдруг проехаться по аллее Челтенхэм, вы просто получите такой положительный заряд. Вы просто обалдеете. Почему на даче Сталина розовый унитаз? Путешественник рассказал о сюрпризах на экскурсии в Абхазию. Не хочу больше про Абхазию говорить, там как неновисть и постоянный негатив. В Сочи от коронавируса умерли две женщины всего за сутки в крае восемь смертей. Смертельная авария на Мацесте. Буханка врезалась в дерево. Ну, такое тоже бывает. Ну, в общем, ребят, это у нас все новости на сегодня. В принципе, все новости. Ну и, конечно же, жители Сочи лишились бесплатной олимпийской парковки. Да-да-да, все, у нас теперь, соответственно, олимпийский парк. Это, конечно же, это у нас немножко больше, чем Сочи. Немножко уже не Сочи. И те люди, которые наивно думают, что там, покупая апартаменты, все будет хорошо, вы через два года на себе испытаете все прелести нового нанотехнологичного Сириуса. Из новшеств, да, там сейчас не останется ни одной бесплатной парковки. Такая концепция, это первое. Второе, что немаловажно, как сказал Путин, через год по олимпийскому парку запрещено будет двигаться на автомобилях, на бензиновых, дизельных, на газу и так далее. Будут только электрические. Соответственно, захочется передвигаться там внутри или еще что-нибудь, вы берете, приезжаете, берете в аренду просто по космическим ценам себе электрический автомобиль, так называемую электрическую, какую-нибудь там, не знаю, Jaguar там и так далее. И вперед из песни. Я думаю, вряд ли того возьмет Toyota, потому что Toyota будет зашквар для Сириуса. Ну, как бы, ну, я думаю, что, ну, реально будет зашквар. Поэтому, скорее всего, это будут какие-нибудь Jaguar. Сейчас появились Audi, электрические и так далее. Ну, и, конечно же, есть еще, вроде там сейчас и Range Rover пытается. И все. Поэтому Сириус будет для туриста, это просто, не знаю, там, как, не знаю, Монако или еще что-нибудь. И просто будет нереально. Опять же, при всем том, что в Сириус много вкладывает, но при этом, конечно же, каждый год становится там все хуже, хуже и хуже. В каком плане? В плане того, что, говорю, даже с парковками, ну, нереально там подъехать, перепарковаться. И вот это все, все в таком духе. Ну, в принципе, ребят, все из этих новостей. В учениях посиделок тоже как-нибудь вам расскажу про концепцию развития Сириуса. Я уже много информации про него нарыл. Ну, и посмотрим, что из этого получится. Ну, как бы так. А теперь всем хорошим настроением, вам позитивы. Может быть, я сегодня съездил на рыбалку, сегодня еще там прокат. И вам всем добра и пока.